Добрый день дорогие друзья сегодня еще один у нас эфир и в эфире женская гостиная я ее ведущая Анастасия Хрущинская у меня сегодня специальные гости специальный выпуск и у нас в гостях Александр Лобок здравствуйте Александр здравствуйте здравствуйте пробился я наконец Вашу гостиную в очаровательную женскую гостиную это здорово благодарю вас и я хочу сказать наша тема сегодня у нас весьма весьма Прекрасная особенно для женщин искусство любить и быть любимой не только для женщин знаете мужчины тоже желают Овладевать этим искусством быть любимой и любить ну кстати любить все что детей ведь тоже любите и быть любимым Ну и конечно же прекрасную женщину и чтобы наоборот это конечно самое главное ради чего мы живем на свете Я в своем проекте придерживаюсь феминистской позиции и я стараюсь женщинам больше помочь в своих программах Поэтому я немножко так всегда стараюсь ориентироваться на женщин хотя безусловно нас слушают мужчины и это очень приятно Я буквально пару слов хочу сказать о вас потому что я вас не представила я хотя я думаю что многие наши радиослушатели вас знают и мы о вас о вас Вы у нас уже не первый раз в бояре очень приятно что вы к нам приехали и буквально пару слов Александр Лобок доктор психологических наук профессор многолетний редактор школьного отдела газеты 1 сентября автор множества книг и статьи по психологии детства создатель уникальной системы формирования образовательной мотивации и развития креативных способностей ребенка в дошкольном и школьном возрасте Ой как сложно Если бы я такое услышал я бы тут же выключил радио И пугались бы да? Ну конечно же потому что это звучит все невероятно страшно Ну тогда мы не будем усложнять а перейдем к теме нашей беседы И вот мы как уже как я анонсировала тему искусство любить и быть любимыми да и можно ли научиться этому искусству потому что вот мы когда думаем об искусстве да то нам кажется что это только художники на это способны Ну предположим об абстрактном искусстве да которое понятно всем а можно ли научиться любить вообще возможно ли это Искусство же это движение по какой-то тонкой грани когда мы можем или в ту или в другую сторону сорваться и тогда у нас уже ничего не получится Если нам удается удерживать вот какую-то вот эту способность движения по грани это искусство в любой области искусства в том числе в области человеческих отношений К сожалению очень часто мы оказываемся в ловушке такой черно-белой логики когда мы не умеем работать с тонкими гранями с тонкими оттенками чувств А человек ведь по своей сути это оттенки чувств и когда мы умеем прочитывать эти оттенки не обязательно в другом человеке в самом себе Вот вы например когда влюбляетесь вы знаете вы можете разобраться в оттенках своих чувств Это важный вопрос Вы знаете что вы наверняка слышали такое мнение что влюбленность да это в общем это фактически психическое заболевание Да Мы вообще ни в чем разобраться не можем как особенно если мы погружаемся в страсти какие оттенки какие тонкости Мы же головой в омут и все и вперед Да но как раз вот история состоит или мы становимся оказываемся в рабстве от этого своего состояния или нет Или это состояние становится нашим ресурсом мы же знаем что состояние любви может быть очень продуктивным а может быть деструктивным Любовь может быть разрушительной увлеченность может быть разрушительной для нас для нас самих И для другого человека И потому любовь в своей энергетике очень часто настолько захлестывает человеческие отношения Что в общем то наш аффект наше напряжение становится более значимым чем собственно говоря любовь И когда мы говорим мы тебя любим так что мы готовы тебя убить Собственно говоря одна из самых страшных историй про любовь Это кстати не обязательно в отношениях между мужчиной и женщиной к примеру но и в отношениях с детьми Когда любовь одновременно оборачивается какими-то невероятными выплесками ревности и страстей Когда мы наперед знаем что требуется нашему ребенку каким он должен быть Мы от него это ты а если он не такой нас просто начинает бить тяжелая истерика И то же самое происходит в отношениях мужчины и женщины Когда вдруг человек которого про которого мы говорим мы любим Вдруг оказывается не таким как мы предполагали исходно И тогда нас тоже начинает бить жестокая истерика Но тогда возникает вопрос а что любовь то такое Есть гипотезы что все таки любовь это принятие Любовь это способность принимания человека в его инаковости Какой бы инаковой она ни была Способность принятия и способность невластвования над другим человеком Потому что самая страшная история про любовь Это когда она оборачивается жаждой власти Я люблю значит ты мне чего-то должен Значит ты должна мне что-то Ты должна мне что-то дать И вот это ощущение власти над другим человеком Это как раз абсолютно состояние анти любви Так вот для меня вопрос про любовь это одновременно вопрос про то Как не властвовать над другим человеком Как уметь по-настоящему его слышать Как уметь в него вслушиваться И как уметь через другого человека открывать самого себя В общем-то для этого отношения человеческие и нужны Когда я вижу в вас не схему Которая заранее в моей голове существует А нечто для меня самого неожиданное Парадоксальное, удивительное Но через что я сам себя начинаю изменять Разве нет? Ну я конечно с вами согласна безусловно Но у меня сразу возник вопрос Мы вообще живем в мире должностнования Мы все друг другу должны Поскольку общество социум Он у нас определенные правила жизни накладывает И соответственно родители хотят чего-то от детей Потому что они им свой долг отдавали Соответственно у них возникает этот элемент должностнования Дети тоже хотят что-то от родителей Потому что они считают, что они должны Вот как эту грань вообще прочувствовать Между должностнованием и любовью Потому что мы же Я сама как мать У меня трое детей И я помню вот этот момент безусловной любви На самом деле Наверное один из самых ярких эпизодов в моей жизни Когда у меня родилась первая дочь И я вот в муках этого рождения И вдруг вот появляется это существо И все И тут просто полное принятие Мне стало все равно, что я там испытываю Я поняла, что вот это любовь Вот это был наверное самый яркий момент в моей жизни Проявление именно любви безусловной Вот это момент принятия Но потом естественно Поскольку мы живем в обществе На нас накладываются определенные рамки Точно так же как в семье Я из своей родительской семьи Наши радиослушатели тоже из своих родительских семей Мы берем определенный комплект отношений И мы соответственно транслируем это И на наших партнеров, на наших детей И вообще на весь социум Как вот это будет Ну давайте начнем с того, что я не говорю Не про такое абсолютное принятие Которое является априорным Как раз когда вы рассказываете Про момент, когда ребенок только рождается Ну или момент, когда в вашей жизни Появляется какой-то мужчина И которого вы вот просто влюблены Влюблены О, как здорово, как потрясающе И так далее, и так далее Это еще то состояние В котором вы не встретились С его, этого ребенка Или этого мужчины Инаковостью Вот пока этой Инаковости нет Вам кажется, что Вы его принимаете абсолютно Но самое это главное Возникает потом Вот ваш ребенок Растет, и вы видите Что он становится все Более и более иным По отношению к вам Он все более и более Не совпадает с вами В своих ценностях В своих желаниях В своих болях В своих ловушках Он с вами не совпадает И здесь самый главный вопрос Как мы можем Человека Какой Когда он становится Не похожим Все более не похожим На вас Как в этот момент Мы можем Увеличивать Ресурс своей любви Я бы сказал так В этот момент Возможность любви Только начинается Потому что Вопрос не про абсолютное Принятие А вопрос про Вслушивание Понимание И слышание Оно не абсолютное Я все время понимаю Что человек другой Но он имеет Право на это И моя любовь Состоит в том Что я люблю человека В его Другом Выборе Когда Я вижу Что этот Выбор Не совпадающий С моим Я понимаю Что это для меня Тоже является Невероятной Ценностью Вот это Признак Настоящей любви Когда мать Принимает Не просто принимает Скривившись Выбор Своего ребенка А готова В этот Этот Выбор К этому Выбору Отнестись Я бы даже сказал С восхищением И с радостью Как 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 И с радостью Да конечно Как А вот Это и есть Извините меня Проверка Навшивость Проверка Навшивость Вашей любви Да В 99 Процентах Случаев Когда наши дети Делают свой выбор Нас начинает Колбасить Нас начинает Калашмапить Нам не нравятся Их пирсинги Их татуировки Не нравятся Те мальчики В которых влюбляются Наши девочки Или те девочки В которых влюбляются Наши мальчики Но это вопрос Как раз В том что В этот момент Мы говорим Мы должны над тобой Властвовать Властвовать над твоими Отношениями И выборами А значит не любить Потому что власть Это противоположность Любви А вот Когда мы Вдруг В этот момент Начинаем Ощущать То что Это он Или это она И Я Готова Или готов Этот его выбор Почувствовать Как ценный Не для меня А для него И понять Что Это же И есть Моя Способность Впустить Иные Выборы В свое Пространство Не сделать Я никогда Не полюблю то Что любят мои Дети Но Я могу Сказать Что Если я их На самом деле Люблю Эти их выборы Это не будут Для меня Самая высокая ценность Это их жизнь Это становление Их Личности Когда Люди Знакомятся И начинают Только 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 Начинают Друг с другом Дружить Общаться Мальчики Мальчики Девочки Они На первом этапе Очень часто Увлекаются Вопросом Взаимной Похожести Мы же такие Похожие Мы слушаем Одну и ту же музыку Мы читаем Какие-то Одни и те же Ну Книжки может быть Сейчас не очень Но играем в одни и те же Компьютерные Или смотрим Одно и то же кино И вроде бы нам нравится Одно и то же И мы говорим Ух как здорово Какие мы друг с другом Похожие Как нам хочется Быть вместе Но вот проходит Какое-то время Совместной жизни И вдруг до них доходит Что им нравится Одна и та же Книжка Но они Слышат В этой книге Совершенно разные вещи Нравится Одна и та же Музыка Но эту музыку Они слышат Совершенно По-разному Нравятся Одни и те же Фильмы Но они видят Эти фильмы Совершенно по-разному И так далее И так далее Вот это и становится Моментом Проверки на вшивость Потому что Когда мы видим Что это все На самом деле Разное Вот здесь И возникает Существеннейший вопрос А мы на самом деле Любим друг друга Мы готовы Принять Вот этого Мы готовы Отнестись к этому С удивленной Радостью Надо же Он это Видит Иначе Он любит это Иначе И это Есть Испытание Любви Это испытание Любви Которая Говорит мне О том Что Ну да Конечно же Если Я его люблю По-настоящему Для меня Это очень-очень круто Я готов Вслушиваться Я готов Не ругаться Не топать ногами Не возмущаться Не орать истошно Как ты смеешь Как ты можешь Это надо читать И слышать Так как слышу И читаю я А говорить Дорогая Дорогой Ты моя И то что ты видишь Другим зрением Это для меня невероятно ценно Ты моя не в смысле Принадлежности А твоей мне А в смысле Моей принадлежности Тебе Я хотела вернуться Вот к предыдущему Вашему Вашему Высказыванию Когда мы говорим Об инаковости О том что наши дети Или там Наши близкие Они Как-то себя по-другому Проявляют И мы Вот это вот принятие Это Ну часть любви А если это деструктивная Какая-то деятельность Да Если скажем Вот я недавно буквально Читала историю На фейсбуке О том как мама Спасала своего сына От наркотиков Вот это вот Инаковость Особенно мы сейчас Здесь живем в США Здесь у нас уже Вот 64-ю пропозицию Приняли Легализована марихуана И Ну в общем не будем скрывать Что наркотики Сейчас заняли Достаточно Большую нишу Да Особенно среди молодежи Если вот Ты понимаешь Что твой ребенок гибнет Как с этим быть А вот обратите внимание Человек уходит Вот в эти Внешние выборы Типы наркотиков Тогда когда он Не чувствует себя Принятым В своих глубинных Выборах Он же в наркотике Бежит В иллюзорный мир Наркотический Именно потому Что в реальном мире Он не может Пережить свою Абсолютную принятость И для него Это оказывается Спасением Конечно же Наркотик Это уже катастрофа Особенно тяжелый Наркотик Мы прекрасно понимаем Что это знак Чего-то Знак чего Ну по большому счету Вот этой Формальной любви Потому что К сожалению За общими Рассуждениями Про принятие Ребенка Мы потеряли Очень важную Вещь Что такое Формальная любовь Это когда мы Гладим ребенка По головке Мы говорим ему Ой как я тебя люблю Ой как все Замечательно Но при этом Совершенно Мы не пытаемся Совершить усилия К глубинному Пониманию Его внутренней Проблематики Его чувств Его страхов Мы же все время Занимаем Вот эту особую Позицию Над Ним И это Чрезвычайно Болезненно Почему ребенок В подростковом возрасте Бежит из дома В свое сообщество По простой причине Его ровесники Ему Ничего Не диктуют Они ему говорят Да забей ты На все эти установки А он же забивает От того что Его пронзает Какая-то внутренняя боль А кому вообще Интересна Та боль Которая Живет Внутри ребенка Есть простейший вопрос Который я задаю родителям Когда я с ними работаю Иногда Когда они начинают Говорить например Проблемы ребенка Пяти-шести лет И говорят Про то что У них там скажем Какие-то Истерики Случаются Какие-то Неврозы Какие-то Тяжелые Я спрашиваю А Про что вы вообще Со своими детьми Разговариваете Ну вот Когда вот С ним встречаетесь И Не как правило А всегда разговаривают Про внешнее Ну что ты делал Где ты был Я спрашиваю А вы часто Разговариваете С ним о том А что он Чувствовал А что он Переживал А вы ему Сами часто Рассказываете Не про Внешние события Своей жизни А про свои Чувства Которые вас наполняют Ведь человек Живет не просто Внешней жизнью Он живет Внутренней жизнью А вы часто Разговариваете С ребенком Часто ваш ребенок Рассказывает вам Свои страшные сны Которые ему снятся По ночам Они ведь ему снятся А если вы его спросите Он будет вам Рассказывать Нет не будет А это значит Уже доверия нет Потому что на каком-то этапе Ребенок готов об этом Рассказывать Рассказывать о том Что не вызовет у родителей Рассказывать будет в том случае Если это не вызовет у родителей Вот этой оценочной позиции Что за глупости тебе снятся Что за глупости ты думаешь Вот сидит ребеночек Рядом маленький ребеночек Которому три года И палочкой Что-то там делает В огромной луже В грязи возится Вот в грязи возится Мы спрашиваем Что ты делаешь Чего ты возишься в грязи А он не может ответить Но мы не спрашиваем А что в тебе происходит Вот вопрос к вам Когда он возится Мазюкается в этой грязи О чем он думает Ну наверное Что-то исследует Я думаю Вот это самая страшная обманка Что-то исследует Мы тут же начинаем думать Своими взрослыми категориями Да он чего-то сочиняет Он что-то воображает Он чего-то там придумает В какую-то ахинею Ну это в общем Это его право Нормально Возможно Что я не самый Собеседник В этом отношении Как бы Правильный Да потому что я не вижу Я считаю что это хорошо Ребенок должен развиваться У меня еще Существует такая Давняя поговорка У нас В культуре Да больше То есть Дети бывают двух типов Чистые и счастливые Поэтому Детям нужно Давать возможность Быть самостоятельными Это нормально Настя Я немножко о другом говорю Вы опять про поведение Про то что нужно давать возможность Быть самостоятельными Я с вами согласна Я на самом деле У меня вопрос созрел По поводу чувств Потому что А я как раз о другом Я о чувствах Которые переживает ребенок В этот момент И которые Про которые мы с ним не говорим И вот от этих чувств От этого От этого Мы разрешаем То другое Третье Но мы знаем Что в ребенке в этот момент Даже так Не то чтобы знаем Нам это интересно Мы вслушиваемся в речь ребенка Или мы все время забиваем его своей речью Вот же в чем вопрос И именно тогда Когда мы не вслушиваемся в его внутреннюю речь А забиваем своей Он от нас уходит Мы же знаем как надо и что надо Ну разрешили ему заниматься своими делами Вот ребенок Своими делами Возится в своей игровой комнате В какие-то игрушки Играя чем-то Окей А что внутри него происходит Внутри него Не внешне Не то что он нам показывает А внутри него Так вот Вот этот Эта Встреча с внутренним ребенком Миром ребенка Требует от взрослого некоторого усилия Для меня это и есть любовь Любовь это не позволить ребенку делать все что ему угодно Любовь это когда я совершаю усилие к тому чтобы услышать внутреннее переживание ребенка Это безусловно трудно Это очень трудно Этого не умеет делать никто И это для меня знак того что мы не умеем любить Ну это на самом деле мы не умеем Ну то есть мы пришли к тому что надо начинать с себя на самом деле В общем нужно сначала прежде всего разобраться с собой Потому что мы не можем говорить сами о своих собственных чувствах Как насколько я понимаю Потому что мы сами не знаем что мы чувствуем Конечно Как правило большинство людей Они Ну то есть если они еще на этапе влюбленности о своих чувствах хоть как-то разговаривают То потом Как только мы начинаем уже жить в семье Да В какой-то жизни уже Рутина погружаться То мы вообще забываем о своих собственных чувствах И женщины как раз наверное даже больше страдают Да В некотором смысле Потому что они более эмоциональны Хотя Я встречала огромное количество мужчин Которые тоже очень эмоционально наполнены Они вообще не в состоянии говорить о своих чувствах О своих ощущениях Как же нам научиться говорить о своих чувствах Потому что Мы Когда детей завозим Мы в общем об этом Ну нехорошо говорить Заводимся И когда у нас появляются дети Мы в общем об этом не думаем Да Что нам нужно с ними будет говорить о том что они чувствуют О том что они переживают Ну у нас некий физиологический процесс происходит Рождается ребенок Мы иногда его хотим Иногда не хотим По-разному бывает А потом дальше уже Мы сталкиваемся с ситуацией Что что-то не то Ну так как нам самим-то научиться Говорить о своих чувствах О своих переживаниях Что нужно сделать для этого Вот вы сейчас говорите о самой важной вещи О том как научиться слышать себя И как вот эти чувства и переживания Оказывались бы в безопасности Потому что ведь мы очень часто Не умеем говорить И не хотим говорить про чувства и переживания Потому что они очень ранимы Если я позволю себе сказать Что я на самом деле сейчас чувствую Мне может прилететь от моего как бы любимого человека Он может над моими чувствами и переживаниями Просто посмеяться Проиронизировать Одна из самых страшных вещей На которых строятся драмы Внутрисемейные Это конечно ирония Подсмеивание 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 По поводу каких-то чувств Человек Подсмеивается над своими чувствами И подсмеивается над чувствами другого И вот этот страх того Что разговор про чувства Это то что вызовет насмешку И значит унижение Это то что собственно говоря И тормозит наше развитие В этой области Ну и соответственно Если мы не научились говорить Про свои чувства Вслушиваться И научились не бояться Своих оттенков переживаний И говорения про них Если мы не боимся говорить про это И вслушиваться Тогда у нас есть шанс Вслушиваться в переживания ребенка А если мы этого боимся Если мы начиная с подросткового возраста Больше всего боимся быть высмеянными Боимся того что Наша некоторая попытка Проговорить Неумелое Хотя бы чуть-чуть Проговорить про то что Я в данный момент чувствую Вызовет жесткое отторжение Мы в этом случае схлопываемся Мы оказываемся в коконе Мы обрастаем коросты Мы строим броню И потом эта броня Возвращается нашему ребенку Который точно так же Вырабатывает в себе Вот этот корпус Эту скорлупу Через которую Никто пробиться никогда не может И мы Знать не знаем Что в этой скорлупе Происходит И он от нас Уходит все дальше И дальше В том числе Уходит в наркотики Которые позволяют Ему Как минимум Встретиться Со своими Чувствами Без вот этого Гиперконтроля Извне Ведь в наркотиках Ребенок точно так же Сталкивается Со своими снами Он моделирует Эти сны Но ребята Пожалуйста скажите мне Одну простую вещь Почему мы должны Довести подростка До состояния Когда он идет В поход За разговариванием Про внутреннее Переживание Чувства За какой-то там Химией Когда этого добра В нем в два В три-четыре года Без всякой химии Огромное количество Если сон Является Ценностью Нашего общения Вот Настя Скажите пожалуйста Когда вы последний раз Рассказывали О своих снах Любимому человеку Всегда Рассказываю А насколько подробно Вы ему рассказываете Насколько помню Настолько всегда Рассказываю А насколько в течение Вашей жизни Ваше желание Рассказывать сны Увеличивается Или уменьшается Вы знаете Я не отслеживала Наверное Такую ситуацию А вы уже написали Книгу своих снов Нет А ваш Книгу снов Своего ребенка Вы написали уже Ну с ребенком Мы сны обсуждаем Смотрите Вот обратите внимание Вы сейчас сказали Очень рискованное На мой взгляд слово Вы сказали Обсуждаем А что значит Обсуждаете Что значит Обсуждаем Ну он Рассказывает Я спрашиваю Какие у него вызвали чувства Этот сон Что значит Обсуждаем Я не оцениваю А что он внутри Сна чувствует Сам Когда он внутри сна Что он чувствует Не знаю Вот понимаете Вопрос не в том Вот очень часто Когда мы рассказываем Про сон Мы говорим какой-то Мы проговариваем Какой-то сюжет Ну и даем Такую оценку Ну например Ребенок начинает Рассказывать Страшный сон А если сны не снятся Скажем так Вот у меня мужа Например сны не снятся Они же не все время Ему не снятся Когда-то они ему снились Ну возможно Они ему когда-то снились А потом Он эту сновидческую деятельность Вытеснил По разным причинам Сны не стали Некой важной Составляющей Его жизни А ведь сны Это источник вдохновения Между прочим Когда человек Сочиняет Книжки Он в какой-то мере Создает сон наяву Он создает Пространство Неких образов Которыми он управляет А иногда Эти образы Начинают управлять Им И очень часто Герои Ведут себя Совсем не так Как я исходно хочу И книжка Ведет себя Совсем не так Как я исходно хочу И в общем-то Это вот та деятельность В которой Я Становлюсь Слышимым Для самого себя И вот если же Мы делаем с детьми Такого рода книжки В которых мы Просто Слышим друг друга А вы свои сны Рассказываете детям? Нет, наверное А и дальше вопрос Насколько это Если рассказываете То насколько это неформально Чем больше деталей Вы рассказываете Детали от тех Ну знаете У меня такие сны бывают Которые детям не стоит Рассказывать Ну Настя Ну простите Но у вас же не все сны такие Бывают другие Нет, конечно Да Понимаете Сны бывают разными Понятно, что когда вы входите В подростковый период У вас начинает Огромное количество Появляться снов Совершенно таких Специфических Это понятно Мы начинаем с этим бороться Мы начинаем От этого избавляться И прочее Ну так вот Вы можете спросить меня А какое отношение Имеет вот разговор Про сон К теме Искусство Любить и быть любимым Вот я как раз Говорил о том Что есть человек Внешний А есть внутренний Специфика сна состоит в том Что я за него не отвечаю Там что-то со мной происходит И вот очень важно На уровне сна На уровне душевного импульса Не выйти в оценочную позицию А сказать Надо же чудеса Какие в тебе происходят Как Когда я начинаю Вы поставили ребенка Ну вы наказали ребенка Допустим Поставили его Ну условно говоря В угол Он стоит в этом углу И чем он занимается? Он что-то воображает Кому интересно это воображение? Да никому На уроке Ребенок сидит Отвлекается От урока И что-то Придумывает И сочиняет Всех интересует то Что он отвлекается От урока Но кого интересует Что в этот момент Ребенок воображает Что он сочиняет Чем наполнен Мир его Вот этих мечтаний Снов Наиву Что угодно Если угодно Сны Это есть Мечты Это есть сны Наиву Причем это сны В картинках Сны очень разные Сны Когда я Ну вот эти Внутренние состояния Когда я изо всех сил Представляю себе Как я накажу Какого-нибудь обидчика Или например Когда я представляю себе Как я буду героем чего-то И внутри себя Я в качестве этого героя Действую И этого процесса Воображательного Огромное количество В каждом человеке Но школе Это не интересно Школе интересно Освоение Каких-то Внешних вещей Если Ребенок Обретает Инструменты Освоения Своих Внутренних Переживаний Это очень мощный Ход Который Предотвращает Возможность Впадения Выпадения Из социума И впадения В разные формы В зависимости То же самое Во взаимоотношениях С близким Человеком А взрослым то как быть Вот вы Ребенок Более-менее понятно Потому что мы Ну Мне по крайней мере Понятно А вот взрослому Человеку как быть Как ему Самому вообще С собой Разобраться Что ему может помочь Ему Это работа Со страхами Со страхами Которые боятся Нам принять Например Свои фантазии У нас же очень много Всяких фантазий И этих фантазий Этих фантазий Мы боимся Не только сексуальных Самых разных фантазий У нас опять же Это слово Страшно испоганино Под сексуальными Например фантазиями Подразумевается то Что можно воплотить Да нет Простите пожалуйста Ценность фантазии Это не совсем не в том Что ее можно воплотить А в том Что она есть Ну вот скажите пожалуйста Вы А какой Вот вы можете себе Просто Иногда мечтаете О какой-то совершенно Фантастической жизни Счастливой Конечно мечтаю Супер Секундочку Теперь следующий вопрос Это реалистичные мечты Нет Супер Так Настя Вы понимаете Это и есть невероятно важно То что они Они цены В своей нереалистичности Но представьте теперь Вы начинаете об этом Рассказывать близкому человеку И близкий человек говорит Слушай Да это все афинея Это глупость Этого не может быть Этого Вы рассказываете ему Про мечты А он начинает Это оценивать С точки зрения реальности И говорит Ну что Ладно Давай попробуем Твою мечту воплотить Как только Вы начинаете Мечту воплощать Она разрушается Фантазия Мечта Цены Как раз Своей Мечтательностью И фантазийностью А вовсе не тем Что это становится Проектом Для воплощения жизни Эти мечты Которыми наполнены Ваше сознание Являются Самоценностью Но точно так же Это мечты Вашего любимого человека Они в нем есть Он боится об этом Говорить самому себе Потому что Мир построен таким образом Что мы все время Заточены на воплощение Так А ты готов Воплотить свою мечту А ты теперь Можешь построить Бизнес-проект Своей мечты И вы прекрасно понимаете Что бизнес-проект мечты Это катастрофа Потому что Наверняка знаете Вот не так Несколько лет назад Весьма популярен Был такой фильм Секрет Где мы визуализировали Свои мечты И якобы они начинали Исполняться Вот я считала Что этот фильм Глубоко вредный На самом деле Но с одной стороны Он нас учил Ну как бы все-таки Принимать свои мечтания Но с другой стороны Вот это вот Американская визуализация Всего того Что вот мы сделали Некий там Лист Наклеили туда Красивые картинки И все начинает Исполняться Вот это вот Уход в материальное Он на самом деле Очень плох Ну конечно Я абсолютно с вами Согласен Воображение Ценно само по себе Сон Ценен Сам по себе А вовсе Не как инструмент Движения Какой-то реальности Мы должны Понять Что реальность Так называемая реальность Это лишь Одна из вещей Которыми человек Может жить А гигантское пространство Которым человек Живет по-настоящему Это то Что не реализуется Но чем он Внутри себя наполнен И если мы Готовы Готовы Радоваться Своим Фантазиям И мечтам И мечтам Друг друга Это конечно Очень большой Ход Это очень большой Тренд К Взаимопониманию Взаимослышанию Любовь Это принятие Человека Не просто В его каких-то Жизненных Формальных Внешних Успешностях Любовь Это принятие Вот этого его Внутреннего Мира Мира его Нелепостей Мира его Ахимейскостей Вот один из тренингов Который мною Был придуман в свое время И он очень успешен Это тренинг Ахимейского письма Ахимейского Глупого Тупого Когда я просто Со взрослыми людьми Делаю группы Когда они Начинают Вытаскивать Из себя Всякую Ахимею Отключают Рационалку Отключают Мозги И отпускают Свою руку На свободу И потом С невероятным изумлением Смотришь Что за ахимея У них выходит И почему-то Вот это принятие В себе Вот этой ахимеи Оказывается Реабилитирующим И в том числе Реабилитирующим В отношениях Одна из вещей Которая для меня Как раз важна Это реабилитация Нормальных Человеческих отношений Которые Возможны между людьми Когда люди Влюблены Они готовы Принять В любимом человеке Любую ахимею Как только Они перестают Любить У них сразу Возникает Вот это Жесткое критическое Отношение Когда я начинаю Оценивать И говорит Нет Тебе вот это не идет Нет Это неправильно Так думать нельзя Так чувствовать нельзя И это как раз Есть точка В которой Разрушаются отношения То же самое В отношениях С детьми А если тебя это ранит Если вот человек Что-то делает Да А тебе от этого больно И ты чувствуешь боль И ты в общем Хочешь ему об этом сказать Внимание И как ему тогда об этом сказать Сказать Если это происходит Обратите внимание Я не говорил Про область делания Я говорил Про область думания Я говорил Про область чувств А вы снова Все переводите в делание Я не говорю про делание вообще Весь текст Который я сегодня Говорю Это про область Фантазии Мышления Про область чувств Вопрос не в том Что человек делает А что он чувствует Мы слишком часто Обсуждаем С теми же детьми Или с теми же мужьями Не то что они чувствуют А то что они делают И мы предъявляем претензии По поводу Ну вот смотрите Какая Вот скажем Вот я Абстрактная ситуация Да Женщины они более чувствительные Они более эмоциональные Женщины Они принимают эту концепцию Легче Вот женщина Приходит к мужу И говорит Ты знаешь дорогой Вот я чувствую Некие такие вот Беспокойства Там у меня что-то со мной Такое происходит Он говорит Ты что охренела что ли И что с этим делать Так вот это и есть история Состоящая в том Что мы в принципе Это разве не ранит Вот я пришла Вот скажем Ну не я Какая женщина Приходит к мужу Разве ее это не ранит Разве ее это не обидит Она придет один раз Второй Раз третий А потом она больше не пойдет к нему Она будет искать Какие-то отношения Другие на стороне Она будет искать Подруг Или другого мужчину Который ее в состоянии Будет слушать Или она искать Будет какую-то фантазию Но это как бы Где тут любовь то получается Любви уже нет Здесь никакой любви нет Я ровно об этом не говорю Ну вот мы живем с человеком Допустим десять лет Да и вдруг у нас Вот это осознание происходит А что это вообще не тот человек Что делать Вопрос не в том что Осознание происходит сейчас И вот сейчас мы Взяли и что-то сделали С самого начала Десять лет назад Нужно было учиться Говорить о чувствах То есть это вообще Та история Которую волшебную Я не могу щелкнуть пальцами И это все изменить Тем не менее Когда ко мне Приходят на консультацию Семьи А я занимаюсь Семейной терапией Сопровождением семей В том числе В очень тяжелых Состояниях Я начинаю с ними Работать Именно в сторону Вытаскивания наружу Вот этих чувств Чувств О которых мы Сами Говорить не умеем Потому что Ведь вопрос не просто В том что вас что-то Беспокоит А в массе Каких-то оттенков Когда бы вы пришли Ко мне и сказали Что вас что-то беспокоит Я бы начинал Всматриваться В оттенки В это их беспокойство И через это Вот эта картинка Что И тогда мы могли бы Понимать Что о чем это Ваше беспокойство Вам говорит Или когда ваш муж Уходит в тяжелый Алкогольный запой Мы же понимаем Что он же не просто Начиная уходит Извините не ваш муж Ну условный Какой-то муж Мы же прекрасно понимаем Что за этим стоит Своя невероятно Тяжелая ранимость Когда вы говорите Что женщины более Чувствительны Я с вами не соглашусь Чувствительность Я не думаю Сказать что больше Или меньше Но мужчины Наизобретали способов Маскировки Своей ранимости Гораздо больше В частности Мужчины гораздо Больше В подростковости Гораздо более Часто маскируют Свою ранимость Агрессивностью Цинизмом И массой Массой Других вещей Цинизм И агрессивность Становится Второй кожей За которой Мужчина Прячется Но при этом Внутренняя ранимость Остается Очень-очень Высокой И он от нее Постоянно Прячется Почему так часто Мужчины спиваются А именно потому Что они пытаются Тем самым Спрятаться От некой Тупой Внутренней боли С которой Они не умеют Вести диалог Так вот Когда я работаю С парой Я Работаю Внутри Это решение Сделай так Или сделай так Вопрос не в этом А в том Что я начинаю Простраивать Вот этот мостик К маленькой Маленькой зоне Внутреннего Переживания Под названием Бой Но то же самое Можно говорить про мостики К внутренним Переживаниям Под названием Радость Когда Вы приходите К мужчине Или женщина Приходит к мужчине Не с болью А говорит Дорогой Слушай Я вчера Вот смотри Пойдем туда Я вышла вот сюда И у меня было чувство Невероятной радости Он вместе с вами выходит И говорит Ну и чего ты тут увидела И чему ты тут радуешься То есть Он опять же Прячется От состояния От вашего состояния Вы же сообщили ему Не о том Что просто какой-то Невероятно там Красивый закат Или допустим Какая-то невероятно Красивая листва деревьев На которые вы обратили внимание Или вдруг увидели Что какой-то Невероятной красоты воздух Вы просто говорите Что у вас Еще есть Внутренние чувства По этому поводу А он Прячется от этого В некую Объективную Плоскость Ну зачем об этом Вообще говорить Потому что он В частности Сам Не умеет Говорить О своих чувствах О тех Моментах Когда его что-то Торкает Он от этого Всю жизнь Маскировался Он прятался Да и вы Учитесь Маскироваться И прятаться И поэтому Когда я работаю Консультантом Я начинаю Пробуждать Вот эти Чувства Маленького Ребенка Мне очень важно Пробудить в вас Если я работаю с вами Ту маленькую девочку Которая Еще не боялась Чувствовать И маленького Покеря Топим Топим Или Это Нам нужно вот это, это, там, заработать денег, построить дом, вырастить детей. Какие там чувства? Мы же всю жизнь этому учили. Что дело не в каких-то этих нелепых чувствах. Заметьте, как часто я употребляю слово «нелепое». Чувства всегда нелепые. Они всегда неправильные, потому что они непонятно, почему в какой-то момент возникают. Вы знать не знаете, почему в какой-то момент вы выходите на какую-то поляну, и вдруг вас накрывает чувство радости. А в другой раз вы ходите и ничего не накрывает. Приезжаете в какое-то там роскошное место, и вам нестерпимо тяжело. А увидели какую-то изломанную веточку, и вам стало бесконечно прекрасно. И здесь нельзя говорить о том, что является причиной чувств. Причина чувств находится только в вас, она не вне вас. Но когда эти чувства появляются, они являются самой высокой ценностью. Чувства – это самое ценное, что есть в человеке. Вот эти осколочки, островочки чувств. Скверно и ужасно только одно. Когда мы доживаем до состояния, когда все чувства мы себе убиваем. И тогда у нас начинается самая страшная – депрессия. Когда мы ничего уже не чувствуем. Самая страшная болезнь современного мира – это, конечно, депрессия. Когда я вот… У меня была программа как раз дала со специалистом по аюрведической медицине. И она как раз сказала, что даже аюрведы – это древняя медицина. Она утверждает, что сейчас до 85% заболеваний, которые уже в физике проявляются, они вызваны психосоматическими причинами. То есть, собственно, да, поэтому как раз депрессия – это как раз то, от чего у нас потом уже в теле начинаются деструктивные изменения, насколько я понимаю. Настя, депрессия – это утрата способности чувствовать. Вот и все. Депрессия – это уничтожение полное уже. Просто когда вот это внутреннее чувствование, способность эмоционального реагирования на что-то становится вот этой ровной поверхностью. У нормального человека идет такая постоянная эмоциональная пульсация. Вы постоянно на что-то реагируете так или на что-то реагируете это. И чем выше вот эта амплитуда эмоциональных пульсаций, когда у вас ёкает сердце, когда вас торкает куда-то в глубине души, когда вдруг в какой-то момент вам хочется остановиться и посмотреть на что-то. И таких эмоциональных импульсов очень много у обычного человека. Но чем более человек впадает в депрессивное состояние, тем вот эта амплитуда колебаний становится все более и более ровной. Если мы сравним, что вот есть колебания сердца, скажем, есть энцефалограмма, допустим, в которой мы видим, что вот есть вот эта пульсация сердечной мышцы, и мы понимаем, что когда сердце останавливается, эта пульсирующая мышца становится ровной линией. И мы понимаем, что человек умирает. Так вот, у человека кроме сердечной пульсации физиологической есть эмоциональная пульсация. И она гораздо более богатая, чем сердечная пульсация. Она не может быть переведена в энцефалограмму, но мы интуитивно это чувствуем. Так вот, самое страшное, что может происходить с человеком, это когда вот эта пульсация становится ровной линией, когда у него перестает душа эмоционально функционировать. И происходит это именно потому, что опыта принятия нашей эмоциональности мы не встречаем. Люди говорят, да забей, да отстань ты со своими чувствами. Или сам себе говорят, да почему я должен эти чувства сам себе предъявлять. Я пытаюсь, ну понятно, что чувствовать это всегда, это часто болезненно, это всегда напряжение. И мы пытаемся от этого разными способами спрятаться. А потом теряем жизнь. Потому что жизнь по своей сути, это и есть чувство. Это искусство чувствовать. Это искусство расширения пространства своих чувств. Когда я могу смотреть на какую-то мелочь, а сердце наполняется огромным количеством чувств. Когда вы влюблены в период любви, вы испытываете вот этот невероятный вал чувств, когда вы смотрите на любимого человека, просто на его движение, и на вас накатывает волна чувств. Вы переживаете чувство невероятного счастья, или некоего полета, и много-много чего, от каких-то мелочей. Так вот, для чувств нужны вот эти мелочи, которые вырабатывает ваша душа. Они необъективны. Если вы кому-нибудь будете рассказывать про свои чувства к какому-то человеку и попытаться объективировать, на вас посмотрят странным взглядом. Чего ты в нем нашла? А это все необъективно. Любовь начинается не в точке того, что есть на самом деле, а в точке того, что ваш взгляд начинает в нем видеть. Вы тем самым говорите, «Ух ты, я еще жива! Я умею чувствовать! Мое сердце пульсирует! Моя душа пульсирует!» И это может быть по отношению к человеку, или по отношению к природе, или по отношению к чему угодно, по отношению к искусству, по отношению к математике и философии, по отношению к науке, к чему угодно. Человек живет нерациональным умом, он живет чувствами. Но когда человек перестает жить чувствами, когда его чувства скукоживаются и умирают, вместе с ними умирает человеческая душа, и он оказывается вот в этой самой проклятущей депрессии. А отсюда все эти вагонные болезни и прочее, и прочее. Так вот, почему я говорю, что любовь – это способность слышать, готовность слышать, и готовность принимать чувства другого человека. Не просто его мысли, а именно чувства. Не разделять. Ведь надо же понимать, что мы все время чувствуем по-разному. Но я говорю, «Ух ты, здорово!» Если ребенок ваш говорит, «Мам, мне так нравится что-то там, вот эта музыка», а вы ему говорите, «Что ты в ней нашел?» В этот момент вы делаете пощечину его. Он сам не знает, что нашел. Но почему-то его душа на эту музыку реагирует. На какой-нибудь, я не знаю, тяжелый рэп или еще что-то. Или ребенок говорит, «А вот я почему-то, вот у меня душа начинает жить, вот я начинаю просто что-то чувствовать, пульсировать вот здесь. А мы смеемся. Что за фигня? Ты реагируешь на какую-то дурость, на какие-то глупости. А кто вам сказал, что человек не имеет права на глупости? А кто вам сказал, что я должен всегда быть каким-то там невероятно умным? Да я остаюсь внутри себя маленьким ребенком, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон в заботы суетного света. Он малодушно погружен». Александр Сергеевич, Пушкин, между прочим. Я сейчас задам вопрос такой достаточно провокационный. Но вот, скажем, мы все поняли, что нам нужно делиться чувствами. Вот мы стучимся, стучимся в эту дверь в отношениях, в которых мы состоим. Но в ответ тишина, да? Или, как еще, знаете, едина. Как вы считаете, такие отношения стоят прекращать или нет? Давайте начнем. Задача не в том, чтобы делиться чувствами, а прежде всего научиться слышать чувства другого человека и думать от них. Вот вы сейчас опять сделали акцент, что вы начинаете делиться. А вот теперь я задаю вам вопрос. Да, вы наталкиваетесь на холодную стенку. Вас не слышат и над вами смеются. А у вас-то есть гипотезы по поводу чувств и боли того человека, который вас отторгает? Например, это ваш подросток-сын. Ну, например. Который посылает вас куда-то. Вы к нему с чувствами, а он вас матом посылает. И вы говорите, боже мой, какой негодяй, какая черствая душа. А вы-то совершили усилие понять, что творится в аде. Ну, предположим, да. Секунду. А вот не надо, предположим, да. Потому что если бы вы сделали это, тогда бы отторжения вас не было. Вы понимаете? Ну, с детьми, мне немножко кажется, что это неправильно. Вот я бы все-таки с мужчиной, да, вот забрала ситуацию. А если детей вообще нету? Еще раз. Я не случайно эти ситуации все время запараллеливаю. Заметьте, вы же когда-то были ребенком, у вас же были отношения с родителями. Поэтому в позиции дети-родители вы находитесь всегда. Я не знаю на свете ни одного человека, который бы родился без родителей. Ну, это да. Вот как-то так получилось. Пока сейчас еще невозможно. Ну, так вот. И поэтому, извините, пожалуйста, все, что у вас происходит в отношении с мужчиной, это все равно проекция каких-то недодоговоренных ситуаций, которые происходили в отношениях с родителями. И когда вы натыкаетесь вот на эту стенку, отчужденную, отторгающую вас, я вас спрашиваю, а вы-то сделали усилие понять, что за этим стоит? Вы несколько раз проговорили, не несколько раз, дважды сегодня проговорили уже тезис, даже трижды, о том, что женщина более эмоционально чувствует, чем мужчина. И я настойчиво еще раз говорю. Эмоционально. Да, я заготова свои слова обратно. Эмоционально. Это как раз очень важно, то, что вы сказали. Потому что история... Потому что я подумала и решила, что это на самом деле не так. Я думаю, что женщине просто проще говорить, потому что она более заточена под говорение, в силу просто своего социального такого положения. А мужчине, наверное, сложнее разговаривать. Не только поэтому. Это еще не только поэтому. Потому что сам культурный дискурс наш строится таким образом, что женщине позволено говорить о своих чувствах. А мужчине в нашей культуре не позволено говорить о своих чувствах. Если мужчина начинает говорить о своих чувствах, он становится предметом осмеяния. Ну, чё, как девчонка. И поэтому в нем начинают вырабатываться особые режимы защиты. И поэтому боль, бывая в душе мужской, адская, но он ее блокирует. И в конечном счете он разрешает эту боль тем, что, ну, например, кончает жизнь самоубийством, или в тяжелую спивается, или садится на тяжелые наркотики. И правда заключается в том, что у мужчин это происходит чаще. Находь другую женщину. Еще есть вариант. Ну, находит другую женщину, это тоже такой промежуточный какой-то вариант. То есть это попытка побег. Попытка побег. Ну, да, это эскипизм. На тесте на то, что смена декораций к чему-то приведет. А проблема заключается в том, что он меняет, он находит еще одну женщину, еще одну женщину, а ничего не происходит. Это не спасает. Декорации меняются, а суть остается прежней. И, к сожалению, и это очень часто бывает, люди могут зарабатывать бешеные деньги. Они могут тратить их на те или иные формы так называемого релакса. Разных форматов. Но при этом внутреннее глубинное напряжение не разрешается нисколько. Есть ли какие-то практические методы как раз разрешения этой ситуации? Ну, вот я уже из нашей беседы поняла. Допустим, вот это спонтанное письмо, ахинейное письмо, как вы говорите, это один из способов. Что еще можно порекомендовать людям? Потому что не всех, не всех есть возможность на ваш тренинг прийти, например. Вот, Настя, извините, пожалуйста, в том числе и ахинейское письмо не порекомендую. Почему? Потому что человек такое существо, в котором вот универсальная рекомендация это худшее, что можно придумать. Вообще, надо понимать, что психология такая штука, которая требует индивидуального сопровождения. Иначе невозможно. Этим сопровождением не обязательно должен заниматься профессионал. Человек сам себя может психологически сопровождать, но для этого ему нужно учиться думать. А при этом все время помнить, что одному хорошо, то другому смерть. Универсальных схем, нет, универсальные схемы публикуют популярные психологические журналы. А это к психологии не имеет отношения. Ситуация каждого человека уникальна. Она всегда одна. И если мы готовы работать с уникальностью каких-то отношений, да, мы это можем разрулить. Поэтому я могу рассказывать только о том, как я помогаю тому другому, третьему человеку, но при этом, боже упаси, если вы это начинаете воспринимать как схему действий. У вас все по-другому. Но при этом, когда вы узнаете, что вот это можно, с этим возможно делать то-то, другое, третье, четвертое, у вас понемножку вырабатываются собственные варианты, идеи относительно трансформации своей жизни. Только так. Ни в коем случае, когда вы читаете какие-то книжки психологические, не относитесь к ним как к сумме рекомендаций. Ни в коем случае. То есть это не должно быть руководство? Конечно, но разумеется. разумеется. Потому что программу своего психологического развития все равно вырабатываете вы и только вы. Александр, спасибо вам огромное. Нам, к сожалению, надо закругляться, потому что время эфира уже подходит к концу. Я вам бесконечно благодарна. На самом деле, я надеюсь, не только меня вы заставили задуматься, но мне хотелось бы все равно немножко обобщить. прежде всего начинайте с себя, я думаю. Когда мы полюбим себя, после этого мы, наверное, сможем уже будем в состоянии любить кого-то еще. Так что, в общем, все библейские истины, они не просто так придуманы. Да, но только, к сожалению, вот эта истина полюбить себя, она очень сильно обесценена. Она девальвирована. Это самая трудная вещь полюбить себя. Это не просто заклинание говорить, я буду любить себя, я буду любить себя. Это самый большой вопрос. А что значит полюбить себя? И это гигантская тема. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь мы с вами встретимся и продолжим этот разговор. Я с удовольствием буду очень вам признательна, если вы найдете время и еще с нами сможете побеседовать. Я хочу напомнить, дорогие друзья, те, кто находятся сейчас в Беерии, в районе Сан-Франциско, Александр у нас здесь будет еще неделю, да, Александр, до 16-го, насколько я знаю, и будет проведен ряд тренингов, ряд встреч, поэтому вы можете посетить их. Я обязательно поделюсь всей информацией у себя на страничке и на страничке наших ресурсов, и вы сможете узнать об этом. Я вас бесконечно благодарна, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч. Счастливо. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова